Торжественно, ярко и по-настоящему празднично. Именно так встречал северских металлургов в их профессиональный праздник духовой оркестр «Уралбенд» под руководством Александра Павлова. Северский трубный завод Северский трубный завод При входе во дворец культуры можно увидеть символическое сердце, сваренное из труб слесарем ПТС Вячеславом Ольковым. Здесь каждый может написать, за что он любит свой завод и прикрепить их к символическому образу. Чтобы была стабильная работа, зарплата, чтобы было все хорошо, строилось жилье, ну и всяческих благ нашему заводу. Михаил Алексеев, независимый член совета директоров трубно-металлургической компании и давний друг Северского трубного завода, признается, что любит все, что связано с металлом и уважает людей, которые ежедневно работают с этим материалом. А металлургия и вовсе искусство. Он страстный фотограф и уже провел свою фотосессию на объектах Северского трубного завода. На этот раз он уже привез готовую экспозицию фото, которая вскоре появится в качестве нового арт-объекта. Должен сказать, что я провел несколько дней на Северском трубном заводе, делая фотосъемку. Буквально от заката до рассвета. Было достаточно холодно, приходилось лазить на крыши, на всякие металлические конструкции, но было безумно интересно. И вот за это время я просто влюбился в Северский трубный завод, поэтому, мне кажется, я увидел столько интересных моментов, и как плавится металл, и как изготавливаются различные изделия, что это настолько потрясающе красиво, что, естественно, возникает желание это каким-то образом запечатлеть. А это уже малый зал. Здесь сегодня собрались все те, кто своим трудом создает славу родному Северскому трубному заводу. Поздравить северских металлургов приехал генеральный директор ТМК Александр Ширяев. Особые слова благодарности звучат в адрес тех, кто непосредственно принимает участие в модернизации металлургического комплекса и в условиях действующего производства строит новый завод. Я хочу вас всех поблагодарить за вашу самотвержденную трубку. Хочу сказать также, что сегодня мы с вами стоим на границе того, что уже буквально в ближайшие несколько месяцев у нас будет на Северском трубном заводе совершенно новый способ произнести трубку. А это значит, что у нас будет на десятилетие обеспечена жизнь предприятия, жизнь и развитие города. Среди тех, кто награжден почетными грамотами ТМК, трубопрокатчики и стали плавильщики, инженеры и рядовые работники предприятия. Одна из награжденных – Ольга Тупицына, заместитель руководителя пресс-службы Северского трубного завода и главный редактор газеты «Северский рабочий». При непосредственном участии Ольги Викторовны в этом году на предприятии вышла в свет книга об истории городообразующего предприятия. Металлурги сами о себе никогда, они вообще люди очень скупые на слова, они рассказывать о себе не умеют. И для того, чтобы люди начали ценить труд металлурга и понимали, что на самом деле ничего нет красивее, чем красота горячего металла, наверное, для этого и нужны журналисты, которые могут увидеть и придать этим трудовым процессам определенные эмоции, и создать хорошее настроение и рассказать о людях, действительно занимающихся делом и умеющих делать его красиво и позитивно. История завода насчитывает почти три сотни лет. Здесь трудились наши прадеды, ковали победу в Тулу деды, работают отцы. Современному поколению досталась не менее важная миссия. За последние 10 лет «Северский трубный завод» превратился в современнейшее и конкурентоспособное предприятие, известное благодаря своей высококачественной продукции далеко за пределами нашей страны. И эта страница сегодня смотрится действительно очень ярко, очень красиво. Как сказал наш коллега, который сегодня тоже приехал поздравить нас, господин Чеколов, директор по техническим продажам, научились строить не только эффективно, не только быстро, но еще и научились строить красиво. Посмотрите, как прекрасно сегодня выглядит наш старый, но совершенно новый завод. Я искренне благодарю вас всех за ту работу, которую вы проделали за эти годы. Рядом с вами работают десятки ваших товарищей. 7 тысяч работников завода, 3 тысячи работников наших дочерних предприятий, которые вместе с нами делают великие дела на этом заводе. И каждый из них заслуживает уважения и похвала. Но лучшие из лучших приглашены сегодня здесь, чтобы услышать слова благодарности и получить заслуженные награды. Из рук управляющего директора Северского трубного завода Михаила Зуева за достойный труд и неравнодушие к делу замочанам вручаются благодарственные письма. Подручки Сталевара, электропечи, электростаря плавильного цеха. Северские трубные заводы – это предприятие, где особая роль отводится профсоюзному движению. Здесь во все времена чтили и уважали работников трубного производства. Славили человека труда. 275 лет родному заводу, старейшему предприятию компании, но в том же время самое динамично развивающееся, молодое современное производство, современная технология, на самом деле, благодаря вашему труду. Поэтому сегодня слова благодарности и пожелания тепла и уюта в каждый дом с вас, северских технологий. Кроме завода, предприятия, оборудования, это же еще и социальные объекты, которые сегодня загранены и сегодня функционируют, и они развиваются каждый год, каждый день. На каждом объекте мы видим улучшения, которые идут. Это ценится и понимается в коллективе. Думаю, что должно быть и востребовано наместными родными дорогие звучания. Летопись северского трубного завода неразрывно связана с историей города. Городообразующее предприятие всегда было и остается тем ориентиром, на кого равняются в Полевском, говорит глава Полевского городского округа Александр Ковалев. Северский трубный завод – это лидер в городе. Не только в том, что произошло перевооружение производства, самая современная технология используется на производстве, но этот коллектив очень бережно хранит традиции, мало того, является зачинателем новых традиций. И очень символично, что сегодня мы были на открытии, скажем, знака рабочих рукавиц. И зародилась такая традиция, если потрешь, желание обязательно сбудется. Но если металлурги это сказали, то я точно знаю, что все, что говорит металлурги, в городе это сбывается. Еще одно предложение Александра Ковалева установить в центре города Полевского архитектурный комплекс металлургам, как дань уважения основателям города, полевчанам, рабочих профессий. Ксения Балденкова, Эмира Самохина, Константин Миронов. Новости нашего города.